На ранок у нас было 14 хворых, среди них было 2 детей госпитализовано. На сегодняшний час, катастрофически у нас, скажем так, оно растет, у нас за рак 48 детей захворело. Среди них 41 детей – это школьного года и 7 детей дошкольного. Еще у 12 детей диагноз пока не подтвердился. В больнице с осложнениями сейчас находятся двое малышей. Остальные родители от госпитализации отказались. Все заболевшие курию – из многодетных семей, которые относятся к баптистской общине. По словам врачей, причина отказа от вакцинации – именно религиозные убеждения. Понимаете, как оно интересно выходит. В тот час родители прививали этих детей. Не можно сказать, что они не были вакцинованы. Вот почему они не понимают, что они сейчас передают своих детей такому риску. В тот час, скажем так, их родители были разумнейшими. Они их привили. Интересно, что по рассказам местных чиновников, ранее родители заболевших детей не только сами отказались от прививок, но и активно агитировали против вакцины других. Эти люди рассматривают свою думку среди других детей, имеют определенный влияние. Именно поэтому мы имеем то, что мы имеем. Они залучили деяких гражданских деятелей, которые тоже выступают против вакцинации. Они приезжали в село, совершили заходы пропаганды, то есть встречались, рассказывали про жахливый влияние вакцины. Ну и так далее. Все эти мифы, казки, которыми живут деякие деятели. Также залучили юристы, которые надавали консультации, как удостоверить права родителям, которые отмазываются от вакцинации, что до их учебных учебных закладов и так далее. Чиновники бьют тревогу, боятся, что болезнь перейдет на другие села и призывают вакцинировать детей. Сейчас на карантин в селе Шевченково закрыли садик и две школы. На сегодня принято решение в поселке Шевченко, там находятся две школы, принято решение наложить карантин, то есть все разобщены. Дети в школу не будут. Сначала пока на 17 дней, а дальше будет решаться вопрос. Если не будет прекращаться заболеваемость, значит продление будет идти дальше. Это уже вторая вспышка кори в селе за месяц. В Кирийской УТГ запаслись вакциной против кори, а также оборудовали дополнительное отделение в инфекционной больнице. Если родители все-таки решатся на госпитализацию детей.